Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4. Это эстафетная династия Палмер 51 серия. Да ты что пьешь это? О господи, вы видели? Я не видела, просто я раньше не обращала внимания, что она сначала пьет из бутылки, а потом... Ой-ой, кошмар какой-то. Ну, один раз уже у нас был опыт, чуть не спалила дом нашей Эшли. Я надеюсь, что второго раза такого не будет и все будет хорошо. Хорошо. Так, наша Эшли осталась совсем немножко, и она выполнит мечту своей жизни. Осталось совсем чуть-чуть, 15%, и все. И она у нас станет барменом. Она об этом мечтала всю жизнь, шла к этому очень-очень долго, и я думаю, что мы в этой серии завершим эту мечту. Ну, мне бы этого очень хотелось. В прошлой серии у нас была 50-я серия, была юбилейная серия, и мы отметили три праздника. Мы отметили день рождения наших мальчиков. Кстати, они уже собираются на работу. Да, давайте будем их отправлять, провожать. В первый рабочий день Райан должен приступить к работе через час, и Нильс уже идет. Он в прошлой серии у нас приобрел черту характера практичный, так что теперь он хочет заработать много денег. Вот, и ему нужно постараться, чтобы стать хорошим кулинаром. Второй? Ребята, у него второй уровень? А почему я? Это что, сразу, когда только устраиваешься, дают вторую ступень карьеры? Давайте посмотрим, что второй исполнитель, второй уровень у Райана. Я ничего, ребят, не понимаю. Я думала, что с первой дают карьеры. Ладно, что-то я не поняла. Короче, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня есть подозрение, что это от того, что они в подростковом возрасте работали, но они как бы работали, но не повышались там. Работали, но не очень хорошо, можно так сказать. Так, ты у нас вдохновленный? Это правильно, потому что вдохновение тебе нужно по твоей карьере. Наш дедуля Итан в прошлой серии отметил день рождения, стал дедушкой. Давайте он пойдет нарисует картинку, потому что денюжки нам нужны. Вот, и пожелаем еще раз нашему Итану долгих лет жизни, потому что он главный добытчик в этом доме, и без его картин я вообще не знаю, как мы будем жить. Так что пусть он... Лия, ты что, к себе домой пришла? Вы видели, как она зашла? Это что, главный вход? Нет, это не главный вход, но... Понятно, она прошла вообще по дому по-нашему и пришла постучать. Потому что это главный вход. Ладно, давайте откроем ей, ну, понимаете, что уже старческий склероз, маразм и все такое. Давайте мы ее пригласим, не, давайте Джо ее пригласит, потому что Эшли у нас очень занята, она делает напиточки. Спроси о возрасте, и отправился Райан на что же на работу в свой первый рабочий день. Надеюсь, мальчишкам повезет, и они сегодня как бы продвинутся в своей карьере. Так, давай, Джо, впускай бабушку, спроси, чего вы ходите, как-то странно. Заходите сразу через эту дверь. Ой, Джо спать хочет. Ой, и в туалет хочет. Как-то давайте быстренько мы поднимем потребности и использовать, и пусть она идет в свою кроватку. Вот, пусть... Эшли, ты меня не пугай, пожалуйста, потому что мне страшно, что будет, если ты спалишь дом. Бум. Мальчиков дома нет, и ты уже не в том возрасте, чтобы быстро тебя потушить. Хотя, хотя все может быть. Вот, ну а Эшли девочка, так что пока сыновья на работе, я бы не советовала тебе вообще шутить с огнем. Ну, ей осталось совсем чуть-чуть, и я уже прям, ну, в нетерпении. Когда же мы выполним мечту? Ребята, 99%, то есть вот-вот, я так понимаю, с минуты на минуту, наверное, с секунды на секунду, вот, ура, ура, наконец-то поздравляем нашу Эшли. Она выполнила мечту своей жизни. Она сделала то, о чем она всегда мечтала. И я очень рада, что я нашей основательнице, основательнице династии Палмер, выполнила жизненную цель. Итак, Эшли осуществляет мечту и становится почитаемым барменом. У нее еще есть пара, что, припрятанных трюков, так что готовьтесь вкусить новые напитки. Получена из черта характера мастер зелий, получен доступ к рецептам новых напитков. Выбрать новую жизненную цель. Ребят, наша Эшли, как бы, уже скоро станет бабушкой, я даже не знаю, это что у нас, популярность? Нам, типа, предлагают, что ли, сделать ее душой компании? А, наверное, нам предлагают, потому что она лучше всего продвинулась. Смотрите, у нее уже, если мы выберем душа компании, у нее кое-что выполнено уже отсюда. Поэтому, ну, как бы, да, наверное, это нам предлагают самую прокачанную жизненную цель. И нам нужно будет заработать серебро. Ой, ребят, не, я вечеринок, как бы, уже не успею попроводить, потому что скоро династия передастся Игорю. А я не знаю, будет ли Игорь проводить вечеринки, поэтому, ну, столько много, сколько хочет Эшли. Поэтому я не буду выбирать ей душу, как душу компании. Давайте что-нибудь попроще выберем. Может быть, ей к еде стремиться? Давайте, шеф-повар, что у нас тут с шеф-поваром? Блин, а почему в шеф-поваре ничего не выполнено? Она же готовила, я уверена, много превосходных блюд. Нам почему-то вот популярность рекомендуют. Ой, уже даже не написаны эти галочки. В общем, ладно, я не знаю, что это было. Давайте мы ей выполним шеф-повар, потому что все-таки она или барменом всю жизнь хотела стать, и также она очень любила готовить. Она у нас гурман, поэтому вторую жизненную цель мы выберем шеф-повар. Она ее, конечно же, не выполнит, но все равно. Ну, к чему ей еще стремиться? И она хочет на работу. То есть, она не хочет, но ей пора. Ладно, давайте мы ее отправим. Пусть отправляется на работу. Правда, готовить нам некому. Ну, у нас там Итан, наверное, с Джоей скоро проголодаются. Все, отправляйся на работу. Тебе нужно туда идти, потому что твой Ниль, сыночек, сегодня отправился на работу. Он теперь не только твой сын, но еще твой коллега. Так что, пожалуйста, поддержи его в его первый рабочий день. Я думаю, что ему там, наверное, тяжело. Так, а бабушка Лея тут стоит и общается с Итаном. Кстати, ребят, обязательно, обязательно я сделаю внучка или внучку Леи Джиму. Да, обязательно у Хлои родится ребенок, и в скором времени я, конечно же, ее выдам замуж. Все у них будет хорошо, и у нее родится ребеночек. Вот, и мы его, наверное, скоро увидим. Ну, а может быть, не увидим, но я в любом случае вам сообщу о том, что у Хлои кто-то родился. Так, к нам опять гости. Короче говоря, у нас сегодня приемный день, что ли так. Вечер уже, уже скоро 7 часов вечера. Джой завалилась спать. Я тогда не буду ее отвлекать от этого дела. И, не знаю, пригласить, что ли, этого парня, или не приглашать, что они к нам ходят. Не знаю. А Лея вообще как-то прикольно стала. Она общается с Итаном, но стала за его мольберто. Итан вообще, типа, ее не видит, рисует свой кораблик. Интересно, это шедевр или нет. Было бы хорошо, если он шедевр бы нарисовал. Я поставила на быструю промотку, потому что все равно ничего интересного не происходит. Нет, это, к сожалению, ребят, не шедевр. Ну, картинка реально красивая. Может быть, нам ее куда-то повесить? Она недорогая, но она станет украшением какой-нибудь комнаты. Правда, какой? Блин, у нас даже комнаты такой нет. Хоть в туалет вешай. Блин, подожди, пропала, пропала картина. Давайте я войду в режим строительства, потому что так мне будет легче ее повесить. А так она у меня с руки убегает, выскальзывает. Ну, правда, да, как-то картинка очень красивая. Но повесить мне ее особо-то некуда. Может быть, здесь? Надо что-то такая... Комнатка такая желтенькая, чтобы она сочеталась. Давайте мы ее здесь повесим. Правда, тут мы ее вряд ли увидим. Но, может быть, когда-нибудь стены будут подниматься, и мы увидим. Так, давайте мы в рамочку ее вставим. Все, пусть она будет в рамочке, и, может быть, когда-нибудь будем на нее смотреть. Так, Итан, что ты тут? Не ругайтесь, пожалуйста. Давай-ка ты ее есть лучше пригласишь. У нас тут еда есть. Давайте откроем, посмотрим. У нас остались оладьи одна порция. Слегка обжаренная курица. Вот, отлично. Давайте мы пригласим за стол. Пусть Лия тоже покушает. Потому что... Кстати, у них дома уже есть. Давным-давно у них есть холодильник и лестница есть. А она тут прикидывается, что говорит... У меня, говорит, холодильник сломался. Дайте поесть. Давайте ее покормим. Наверное, ей просто лень готовить. Ну, она вообще готовить-то и не любит. Хотя, в первом сезоне похудейки готовила. Но это только для того, чтобы заработать денег. Да, на этот дом, который у них есть. Потому что они его заработали... Вот, потому что были не участниками, ведущими шоу похудейка первого сезона. Так, Итан, у тебя все в порядке. Кстати, вот у Итана у нас мечта жизни душа компании. Но я не успею ее уже выполнить. Ему нужно заработать серебро за три вечеринки. И еще, как бы, на каком-то 10 мероприятий в пяти разных местах. Нам нужно еще в каком-нибудь месте устроить мероприятие. Я вряд ли, конечно же, успею это сделать. Но, в любом случае, он и так много чего достиг. Самое главное, что он получил черту характера... Как его называется? Блин, забыла. Вот, визуалист. И теперь он может рисовать шедевры. Это хорошо, потому что шедевры нам будут очень кстати. Мы их продадим и будем получать за них неплохие деньги. Вот, в общем, такой у нас вечер. Все у нас на работе. Джой у нас спит. Давайте мы ее разбудим. Пусть тоже кушает, а то спит. Там хватит спать. Ребенок, просыпайся. А тут папа достал из холодильника курицу, которую мама приготовила еще давным-давно. Давайте мы все это покушаем. И вообще, что-то, ребята, сейчас так смотрю. И так жалко мне прощаться с династией Палмир. Вообще жалко-жалко. Ну, конечно же, я в любом случае передам Игорю. Так что не переживайте. Слово свое я сдержу. Но так вот на них смотрю. На своих родных деточек. На свое второе поколение. На Джой, на Нильса, на Райана. И не знаю, кто из них будет наследником. И вообще, такие они все замечательные. Хочется, чтобы каждый был наследником. Ну, даже не именно наследником. Просто жалко будет с ними расставаться. Потому что в итоге-то кто-то переедет. Но я надеюсь, что Игорь все-таки не сразу будет всех отселять. И все-таки устроит каждому нашему ребеночку свадьбу. Да, и устроит, наверное, личную жизнь. И чтобы у всех у них были дети. И мы на них посмотрели. Так, Итан, ты у нас, я смотрю, счастливый, довольный. А, переоделся и спать пошел. Странно, что-то как-то рано ты лег спать. Только 9 вечера. Это что, на старости лет у тебя так спать рано захотел? Кстати, о, написано, прожито 100 лет. 100 дней, типа, 100 лет. Ничего себе, как он много, получается, прожил. А стандартная старость у Симов длится 10 дней. То есть, скорее всего, он проживет еще серии 10. Ну, может быть, 11. Как-то так. Так, и так как у него нет черты характера активной и не выполнена цель культурист, то обычно это будет у него обычная стандартная старость 10 дней. Ну, и потом то же самое все будет у Эшли. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, что они прожили вместе хорошую, счастливую жизнь. И все у них хорошо. И сейчас нам нужно думать в основном не о первом поколении, а о нашем втором поколении, потому что им нужно дать дорогу в будущее. А это я имею в виду навыки. Им нужно подкачать. Поэтому, как я вам говорила, что наша Джоя, она будет рисовать, как ее папа. И давайте дорисуем по этому картинку, дорисуем то, что мы начали. И также она будет любить у нас играть на скрипке. Я, в принципе, не знаю, куда ее Игорь устроит на работу, потому что я ее на работу устраивать не буду. Потому что, когда я передам династию, наша Джоя, она еще будет подростком. У нее будут две черты характера. И она станет уже взрослой. Ну, молодой, в смысле. Когда будет уже играть Игорь. Поэтому я не знаю, и никто не знает, какая будет у нее черта характера. И, в принципе, наверное, от этого зависит ее будущее. Так, и 200 симолеонов. Ну, в принципе, нормально. Итан тоже нарисовал за 200 симолеонов картинку. Только Итан у нас уже имеет высший уровень в рисовании. А наша Джоя только учится. Кстати, ей домашку надо бы сделать. Она у нас кто? Она хорошистка. Ну, это хорошо. Она неплохо у нас учится. Итак, пришел наш Райан с работы. Как твой первый рабочий день? Ну, по лицу вижу, что не очень. Да, спать хочешь, устал. Давайте посмотрим, что там с продвижением. Иди-ка спать, быстренько в кроватку. Тут твоя сестричка играет на скрипке. Я думаю, что сквозь стены мы не слышим. И тебе не будет мешать звук. Итак, наш Итан. Ой, господи, какой Итан. Наш Райан. У него второй уровень в карьере исполнителя. Так и остался. Не знаю, продвинулся или нет. Ну, может быть, продвинулся, но немножко. Ему 18 часов до работы. И нужно ему сочинять шутки или упражняться в музыке. Конечно же, он будет сочинять шутки, потому что он у нас комик, а совсем не музыкант. Не знаю, получится ли музыкант из нашей Джои. Возможно, нет. Но ее скрипка это будет больше как хобби, скорее, а не как карьера. Я хочу, чтобы она хорошо научилась играть на скрипке. И просто таким образом, не знаю, отдыхала, расслаблялась. Да, у нее уже третий уровень. И, наверное, она уже спать хочет. Да, давайте будем ее укладывать. Потому что нельзя тоже долго не спать. Уже час ночи. Ну, почти час. 12 пока. А Джои теперь может играть традиционные песни. Ага. То есть, до этого она не традиционной у нас играла. Хорошо. Так, вернулись у нас с работы Эшли и Нильс. Они теперь работают вместе. Мама с сыночком. Мне все, наверное, хорошо. Потому что работает вместе с мамой. Если что, мама поможет. Мама всех знает. Да, неплохо, что они работают в одной карьере. И давайте уложим их спать. Я знаю, что они у нас как бы кушать хотят. Чего? Эшли приносит 315 и на работе отлично справляется. А Нильс приносит 144. Ребят, я что-то думала, что Эшли намного больше зарабатывает. Я ошибалась. Я думала, ну, она где-то 7500-600 зарабатывает. А оказывается, она 315. Что-то вообще как-то мало. Так, до работы, слава богу, нашей Эшли 3 дня. И давайте посмотрим, сколько Нильсу и Нильсу 3 дня. Ну, вот хорошо. Пусть отдыхают. Только Райану придется потрудиться. Вот, а остальные будут у нас отдыхать все. Ну, Джой, конечно же, в школу будет ходить. Потому что только вторник. И еще впереди вся рабочая неделя. Так, наш дедушка уже проснулся. Да, такой пожилой уже. Вообще не верится. Аж и, наверное, сейчас пойдет рисовать картинку. Потому что нужно зарабатывать деньги. Нужно оставлять своим потомкам какую-то сумму. Чтобы они не с нуля начинали. А как-то, ну, приличная уже какая-то сумма была. Так, ну, посуду у нас никогда не мыл наш Этан. Возможно, мыл, но ему это никогда не нравилось. Потому что все-таки он у нас привереда. И заставлять его мыть раковины, ловить рыбу и лягушечек. Это, конечно, издевательство над ним. Поэтому я это делаю очень редко. Ну, когда уже совсем нет другого выхода. Когда, ну, просто надо и необходимо. Вот, ну, а так, конечно же, не надо заставлять приверед это делать. Потому что они вообще от этого удовольствия совершенно не получают. Давайте разбудим нашу Эшли. Только она, наверное, выспалась немножко. Потому что она наша мама. И она, конечно же, хочет приготовить для своих детей еду. Потому что утро уже. И она знает, что скоро все проснутся. Вот Этан уже проснулся и хочет кушать. Давайте мы какой-нибудь или... Нет, давайте что-нибудь, ладно, приготовим. Что-нибудь такое необычное. А что это такое? Печенье жуткое. Точно вспомнила. Это печенье жуткое. Что же нам такое сделать для наших, для наших дорогих. Давайте мы сделаем розовый этот тортик. Такой вот торт-клубничка. Я думаю, что Симам понравится. Сейчас приготовим это блюдо. Все скушают по кусочку. С утра мама решила устроить праздник. И приготовила своим детишкам тортик. Да, и наше Эшли, ребята, осталось два дня до взросления. Вообще как-то... Только вроде бы три было дня. А уже два. Вот так быстро бежит время. Она у нас замечательный кулинар. Я думаю, что она Нильса обучит всем секретам и тонкостям кулинарии. Да, я думаю, что Нильс тоже будет замечательно готовить. Потому что от мамы научится всему хорошему. Вот. Ну, хорошим каким-то редким рецептом. Вот. Ну, а Джой будет общаться с папой. И папа ей расскажет, как правильно рисовать картины. Потому что, как бы, Джой у нас идет по стопам отца. Она будет художе... Ну, скорее всего. Ну, по крайней мере, рисовать она точно будет. Вот. А Нильс идет по стопам мамы. И он будет у нас поваром. Только вот Райан выбрал свой собственный путь. Не пошел ни по стопам никаких родителей. Он решил у нас сам стать комиком. Поэтому для него это будет сложно. Никто ему не сможет в этом деле ничего подсказать. Потому что сами родители в этом не понимают. Но я думаю, что он пробьется, прорвется. И станет замечательным комиком. Кстати, сегодня можно, чтобы он сочинил какой-нибудь... Он может сочинять уже номер или нет? Я... О, комедия. Сочинить короткий номер. Вот. Наконец-то. Наконец-то у Райана появилась эта возможность. Он теперь может сочинить какой-то номер. И мы обязательно его послушаем. Так. Давайте мы разбудим наших детишек. И всех их отправим в туалет. И я вам вновь скажу, что как хорошо, что у нас три санузла. Да. Это просто... Просто очень-очень удобно играть. Когда вот пять симов в игре, вот три санузла, это самое то, что нам нужно. Так. А где тортик? Что-то я не поняла. На что я его уже в холодильник убрала? Давайте посмотрим. Я вроде бы... Нет. Нет в холодильнике тортик. А где... Слушай, а если ты что, его съела уже? Я же давала ей задание, чтобы она приготовила... Вот он. Боже мой. Я думала, что мы тортик уже потеряли. Так. Давайте мы... Ну, чего вы берете какие-то объедки? Я вам новый тортик приготовила. Давайте мы попросим Итана пригласить всех за стол. Пусть угощаются. Пусть все кушают. Будет у нас семейный завтрак. И скоро нашей Джои, кстати, в школу. Через сколько? Что? О, боже. Опять счета пришли. Насколько? Я забываю, ребят, постоянно про счета. Не знаю. Давайте посмотрим, сколько нам нужно заплатить. Конечно же, заплатим. Потому что иначе мы останемся без... Без всего. Без всех удобств. Полторы тысячи семиллионов. Ну, судя по тому, что у нас восемь, то, в принципе, для нас это нормально. Да, мы уже вышли на тот уровень, когда полторы тысячи семиллионов, это не такая уже большая сумма. Конечно же, не миллионеры. Но к концу первого поколения я считаю, что мы достигли многого в плане финансовом. У нас нормальный, приличный дом, приличные предметы, хорошая кухня. Кухня, наверное, единственная комната, которая у нас действительно обставлена. Все остальное у нас как-то очень, ну, не то что убого, но скромненько выглядит. Хочется, конечно, подобавлять каких-нибудь предметов. Но вот восемь тысяч, не знаю, блин, жалко тратить. Вот. Можно купить и еще немножко подкопить. И купить хорошую, шикарную кровать. Двуспальную для Итана и Эшли, которая стоит двенадцать тысяч. Но, блин, все двенадцать тысяч тратить на кровать, конечно, тоже. В общем, не знаю, посмотрим. Но, конечно же, что-нибудь мы приобретем. Так, Итан уже посудку моет. Итан, ты забыл, что ты привереда? Не надо. Не надо, пожалуйста, оплати счета и иди рисуй. Потому что ты понимаешь, что... О, он нарисовал. А я не увидела так великолепного качества. Не шедевр, конечно. Давайте мы ее продадим. И давайте нарисуем уверенную в себе картинку. Пусть продолжает рисование. Вот, а Джои у нас отправляется в школу. Да, желаем тебе хороших отметок. Правда, домашку давно не делали. Ребят, у нее продуктивность какая низкая. О, Господи. Еще и учиться плохо станет. Нужно будет обязательно ей сделать домашнее задание. Иначе для нас это плохо кончится. И наша Джои из Хорошевски станет троечницей. А я, конечно же, этого бы совсем не хотела. Так, Эшли, иди давай, прими ванну. Мы сейчас эти остатки еды все поубираем. Чтобы они не пропали. И посмотрим, что теперь нужно по нашей новой жизненной цели. Эшли. Ей нужно приготовить два блюда. А во вдохновении приготовить пять превосходных блюд. Ну, ребят, я даже не знаю. У нее 3000 баллов счастья. Стоит нам это делать или не стоит выполнять уже ее вторую жизненную цель? Наверное, не стоит. Просто будем готовить для семьи. И как-то все равно она готовит у нас только великолепные блюда. Поэтому как-то так оно и будет. Ты что задумался? Ты шутки будешь сочинять? Иди короткий номер быстренько сочини. А раковину помоет кто-нибудь другой. Потому что ты у нас привереда. И лучше тебе, конечно же, этого не делать. Вот, давайте у нас поубирает. Вот посуда у нас грязная. Все это у нас поубирает Нильс. Потому что кухня это для него вообще самое любимое место. Я не знаю, любит ли он мыть посуду или нет. В любом случае ему только загрузить в посудомойку. Поэтому это не страшно. Вот, ну и на кухне поубирает немножко. Ну, не Райана же, извините меня, заставлять. Райан у нас привереда. И он вообще будет очень расстроен, если мы заставим его убирать. Да, Нильс, и еще, пожалуйста, вы эту раковину почисть и все. И больше я к тебе приставать не буду. А, еще, ребят, я забыла. Я хотела посмотреть, что теперь может обучаться барным трюкам. Да мы же вроде все барные трюки, наверное, знаем. А, наша, вот, смотрите. А, вот что мы умеем делать. Ничего себе. Зелье внимательности, зелье вдохновения, зелье счастья, зелье возбуждения, зелье уверенности. Бабушкины яблочки. Санцет Вэлли. Зелье кокетливости. Только цена у него тысяча семиллионов, конечно. Крутая цена. Напиток Мрачное Королевство. Цветок Смерти. Ого. Ого. Так, ладно. Ну, цветка Смерти у нас нет. Ну, тысяча семиллионов, ребят, это дорого. Давайте мы просто что-нибудь выпьем. Да, с жара и дым. Давайте приготовим напиток. Он дорогой, наверное, вкусный. И, по-моему, мы его уже когда-то готовили. Он такой немножко, по-моему, зеленоватый. Такой огонек у него происходит. Ну, вот сейчас мы как раз на это и посмотрим. В общем, теперь, в принципе, наша Эшли может готовить любое зелье. Любую эмоцию мы сможем получить. О, Итан шедевр нарисовал. Но я хочу посмотреть, как Эшли будет свое зелье готовить. Поэтому мы сейчас быстренько его продадим. Он у нас две с половиной почти стоит. Ну, нормальненько. Давай я рисую дальше уверенную в себе картину. А мы посмотрим, как Эшли будет готовить свое зелье. Жара и холод, по-моему. Так, Райан теперь может шутить о моде. Миленькие бриджи. Не правда ли? Ты, Райан, номер короткий сочиняй. Потому что я хочу, чтобы ты своему семейству, всему, показал этот номер. Чтобы мы посмотрели. И вот, вот. А кто это такая? О, наконец-то. Господи, ребята. Прошло, я не знаю, сколько лет. Прошло сколько серий. Вы помните, в какой серии мы заказали прислугу? А что ты тут вытираешь? Там что, грязно? Я что-то не поняла. Я не помню, чтобы у нас под барной стойкой была какая-то лужа. Но прислуга, видимо, что-то заметила. Короче говоря, мы заказали девушку. Ну, не девушку. Короче, мы заказали услуги по уборке дома. Наверное, серий 8 или 7 назад. Когда я уже говорю, давайте попробуем. Иногда приходят эти симы. И иногда убирают. Но делают они это очень редко. Она вообще какая-то странная, печаленная. У нее, наверное, что-то в жизни случилось. Так, зовут ее Евгения. И она взрослая. Ну, ладно, Евгения. Хотя бы раз поубирай. Хоть иногда это уже хорошо. Видите, как бывает? Все-таки иногда они приходят. Да? Вот. Это зелье с зеленым этим дымком. Давайте его, наверное, выпьем. Там Эшли у нас уже с сыночком обнимается. Ну, правда. Я хочу, чтобы Эшли и Нильс общались. Потому что Эшли будет его учить кулинарии. И я думаю, что в конце концов Нильс у нас будет готовить очень-очень хорошо. Так. Ну, все, ребят. Что-то еще что-то нарисовал. Ой, смотрите. Пошел обниматься с своей женой. 63 символиона. За что? Ты загрузила посудомойку, почистила раковину. Я не знаю. Шваброй повозила под барной стойкой. Посетовала своей какой-то потерянной любви. И все. И говорит, 63 символиона гоните мне. Вот так. Так. Семьсот символионов нарисовал котика наш Итан. И все, ребят. О, уже 10 тысяч у нас. Ну, вообще, конечно. Разбогатели мы. Все, ребят. Буду я заканчивать серию. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.